Инаугурация 46-го президента США стала одним из главных событий уходящей недели в Вашингтоне. Готовились к новой волне протестов, но сторонники Дональда Трамба на этот раз не вышли на улицу. А вот демократы наоборот, перешли в наступление. В первый же день своего президентства Джон Байден дал ясно понять, Америка круто изменит курс развития. Ну что ж, Лейла, что же новый американский лидер собирается сделать в первые 100 дней своего правления? На самом деле, Телли очень многое он уже сделал, можно сказать, выполнил половину своей программы. На этой неделе можно с уверенностью сказать, что в вопросе, кто же стал президентом США по итогам выборов 2020 года, наконец поставлена точка. В Вашингтоне прошла инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. В Вашингтоне, надо сказать, готовы были практически к любому развитию событий, в том числе и к массовым демонстрациям. Однако ничего этого не произошло, и можно сказать, что республиканцы смирились с произошедшим. Однако демократы, наоборот, пошли в наступление. Всего лишь за сутки своего президентства Джо Байден принял сразу 15 стратегических решений, и многие из них отменяли результаты деятельности и политики Дональда Трампа. Итак, во-первых, стена между США и Мексикой так и не будет построена. Во-вторых, США возвращается в Парижское соглашение по климату. Против этого соглашения очень давно выступал Дональд Трамп. Далее, США отказывается от трубопровода между США и Канадой. В частности, против этого трубопровода выступали экологи, а также культуроведы, которые говорили, что могут пострадать многие исторические памятники, которые являются ценностью в описании истории Северной Америки и рассказывают о жизни аборигенов на этой территории. Кроме того, отменены ограничения по въезду в США жителей стран мусульманского мира и некоторых стран Африки. Это решение также было введено Дональдом Трампом. А также США возвращается во Всемирную Организацию Здравоохранения. Вообще, Джо Байден сделал борьбу с коронавирусом одной из главных частей своей политики. Ну что ж, список задач действительно очень велик. И удастся ли Байдену в целом реализовать все поставленные задачи срок, это, наверное, только время покажет. Да, но ему поможет его новая администрация. Новую администрацию, кстати, называют самой интернациональной. Итак, главой Пентагона станет Ллойд Остин. Ллойд Остин ранее возглавлял американский контингент в Ираке и возглавлял постепенный вывод войск американского контингента из Ирака с 2010 года. С 2013 по 2016 год он был главой Центрального командования Вооруженных сил США. А позже, с 2016 года, он стал членом правления компании, производящей оружие. Далее, Алехандро Майоркас, его предки прибыли в США из Кубы. Он станет министром внутренней безопасности США. Должность заместителя министра внутренней безопасности он занимал с 2013 по 2016 год. И, наконец, Камала Харрис станет первой женщиной-вице-президентом США в истории этой страны. Она занимала с 2011 по 2017 год. Должность генерального прокурора Калифорния с 2017 по нынешний, 2021, представляла Калифорнию в Сенате. От команды Байдена также ждут решений по экономическому кризису, который возник в США в связи с коронавирусом. Этих решений мы будем, я думаю, ждать впоследствии. На этом у меня все, Тали. Спасибо, Лейла.